ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти В Кирове до конца декабря этого года закрыли движение на улице Попова от Щорса до Комсомольской Рабочие должны переделать там коммуникации, что связано со строительством путепровода в чистые пруды Кроме того, напомню, по той же причине до 10 октября перекрыта улица Комсомольская от ЖД вокзала до Пугачева ТРАССА СТО ОДИН Покупка машины крайне невыгодный способ вложения денег, так считает руководитель столичного департамента транспорта Максим Лексутов По его данным, московский автомобилист пользуется личным авто в среднем только на 7% или 25 дней в году Остальное время машина стоит, теряет деньги. Вы платите страховку, платите за техническое обслуживание Хуже инвестиций сложно представить, подытожил чиновник ТРАССА СТО ОДИН Рено Дастер второго поколения полностью рассекречен Внешний кроссовер глобально не изменился, размеры остались прежними Зато внутри, можно сказать, революция Другие приборная панель, обивка сидений, руль с регулировкой не только по углу наклона, но и по вылету В топовых версиях будут присутствовать невиданные доселе климат-контроль, камеры кругового обзора, система контроля слепых зон, бесключевой доступ, запуск мотора с кнопки, что, конечно, заметно поднимет ценник машины Появление второго Дастера в нашей стране ожидается не ранее 2019 года Volkswagen представил хэтчбэк Polo 7-го поколения, оснащенный турбированным бензиновым мотором 1.6 мощностью 200 лошадиных сил Двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач Машина разгоняется до сотни менее чем за 7 секунд Максимальная скорость почти 240 км в час Ожидается, что в продажу новинка поступит в следующем году В России будут развивать производство квадроциклов, причем электрических Минпромторг уже выразил готовность поддержать компанию, создавшую первый отечественный электроквадроцикл на базе снегоболотохода Он имеет 4 двигателя на каждом колесе, заряжается от обычной розетки в течение 8 часов, восстанавливает заряд при буксировке Экономичность, экологичность, бесшумность, простота в управлении и обслуживании Вот, по мнению чиновников, основные достоинства такого транспорта На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101